При вопросе, где можно купить алкоголь в ночное время, большинству жителей Ахип приходит на ум это название. Каково же было наше удивление, когда мы выяснили, что магазин Байкал находится буквально в 30 метрах от отделения полиции. Сегодня ночью мы попробуем начать свой рейд именно с этой точки. С каждым часом количество нетрезвых людей на улицах увеличивается. Спиртное закончилось, не беда, можно сходить в магазин за добавкой. Девушка, а вы не подскажете, после 10, где можно пиво тут купить, в каком магазине? Вон там магазин Байкал есть. Прямо увидишь, походи. Или там дадут, да? Там всегда дают. Здание полиции, расположенное в двух шагах, не смущает ни клиентов, ни продавцов. Купить-выпить здесь можно всегда. Давайте бац тогда бутылочку. Одну? Да, за 110 не холодный. С 30 с пакетом. Ага. А чек можно? А, после 10 нельзя продавать, да. Дайте тогда арахис еще в баночку. Для конспирации алкоголь продают только с черным пакетом. Цена одноразовой упаковки в 10 раз выше, чем днем. 20 рублей. Лайфхак от ахинских предпринимателей по увеличению выручки. Вот у вас в Ахе везде после 10 алкоголь продают. Это вам администрация города разрешает? Или почему так происходит? Я должна отвечать на этот вопрос. Ну, если можно, то да. Отговорки бесполезны, факт покупки зафиксирован. Борьба за трезвость продолжается в точке неподалеку. Да, бутылочку, одну Ханникин и так. Ага. Так, сколько? 125. Пакет надо? Так, давайте, да, пакетик, чтобы не увидел никто. Так. Здесь купить горячительное тоже не проблема. Продавцы за кадром поясняют. Ночная торговля, указ начальства. Ничего не поделаешь. Вы больше, пожалуйста, не продавайте так поздно. Все, договорились. Вы мне денежку верните, я все-таки не буду нарушать закон. Покупать 500 рублей отдайте мне, пожалуйста. В этом небольшом городке алкоголь ночью можно приобрести повсюду. Судя по опросу, о злачных местах знают все жители, кроме представителей надзорных органов. Владимир Ильин, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова